Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Красная зона. Больницы столицы Чувашии меняют статус на ковид-госпитали. ДТП пожары. Как предотвратить детскую смертность? Луч надежды. Дольщики одного из домов Новочебоксарска надеются въехать в квартиры до нового года. Коронавирусная статистика продолжает расти. Теперь ежедневно заболевает более 80 человек. К сожалению, растет и число умерших. Уже 16 больниц Чувашии перепрофилированы под ковид-госпитали. Наш репортаж из красной зоны Чебоксарской горбольницы номер 2. Маршрут пациентов в госпитале начинается с приемного покоя. Автомобилем скорой помощи пациенты доставляются в наш приемный покой. Здесь появляется оформление приемка пациента. И пациент в скором порядке, если нужно, то в сопровождении кислорода поднимается на выделенный дневной этаж. Этажей в бывшей больнице ХБК четыре. Но с того момента, как ее перепрофилировали в ковид-госпиталь, первые отдали под зеленую буферную зоны, остальные под, собственно, палаты. В госпитале рассчитан на 150 человек. И с 16 октября свободных койк практически не бывает. Больше того, пришлось задействовать все кушетки. Вопреки слухам, в коридорах никто не лежит. И весь лечебный процесс выстроен таким образом, чтобы пациенты меньше контактировали между собой. Максимальная медицинская помощь оказывается пациентам в палатах. Капельница, дыхательная гимнастика, процедуры, кислородотерапия и даже питание лечебное. Все идет внутри палат. Ковид-госпиталь 2-я горбольница принимает больных с коронавирусом средней степени тяжести. Но это условно. То, что было в начале лечения, пациенты вспоминают содроганию. Очень страшно. Вот все, до последнего не веришь, что это такого может быть. А на самом деле действительно страшно. Для меня самое страшное, что я перестала верить в себя. То, что думала, что не смогу, наверное, уже выйти из всего этого. Воля к жизни – самая необходимая составляющая лечения. Сегодня больница укомплектована необходимым оборудованием. Лекарства в достаточном количестве. Перебоев с поставками нет. Но даже самые новейшие дорогие препараты не гарантируют предсказуемого сценария. Одна из пациенток вчера стала задыхаться, не справляется самостоятельное дыхание. Сатурация, концентрация кислорода по-другому в крови снизилась до 60. И решено было дежурным ночным вечерним реаниматологом, решено было перевести пациентку на инвазивную вентиляцию легких. Что значит инвазивная? Инвазивная вентиляция легких – это подразумевает интубация трахеи. Трахея ставится в трубку, трубка ставится эндотрахеальная, в трахею ставится. И обеспечивает нормальную концентрацию кислорода в крови. Реанимация на 6 мест не пустует ни дня. Иван Прокопьев, врач-реаниматолог с 32-летним стажем, ничего подобного этой пандемии не припомнит. Кстати, все врачи реанимации тоже переболели с разной степенью тяжести. И не только они. Именно поэтому и врачи, и медсестры, и санитарки не устают повторять. Носите маски, мойте руки, соблюдайте дистанцию. При таком режиме шансов заразиться ковидом меньше, но они есть. И расслабляться не просто рано, а опасно рано. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили вопрос детской безопасности. Поводом для этого стали неутешительные данные. В структуре причин детской смертности в Чувашии лидируют внешние причины. Такие как дорожно-транспортные происшествия, суицид, пожары и ожоги, поражение электрическим током. Ответственность за действия детей полностью лежат на взрослых. Иногда достаточно соблюдать элементарные меры безопасности, чтобы сохранить жизнь. В ради случаев помогли бы элементарные ограждения, правильная эксплуатация электрооборудования, использование светоотражающих элементов в темное время суток и своевременная психологическая поддержка, внимательность родителей. В этом году как никогда было много случаев выпадения детей из окон. Во многом причиной трагедии были сетки, устанавливаемые в окнах против летающих насекомых. С начала года по этой причине погибли 6 детей. Травмы получили 23 ребенка. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики обсудило ситуацию с застройщиками и рекомендовало им укрепить конструкции, в том числе и с помощью установки запорных устройств. Теперь в домах, новостройках такая работа будет проводиться в штатном режиме. Кроме того, глава республики попросил учесть этот вопрос и при капитальном ремонте старого фонда. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. Дом для друзей. Именно так называли в начале строительства в 2015 году. Жилой комплекс по адресу Советская 50А в Новочебоксарске. Но в полном составе друзья пока так и не собрались. Дом стал одним из 12 проблемных. Чуваши уже два года 149 дольщиков ждут, когда застройщик компания «Снег» сдаст жилье. На днях у них появилась надежда. Вод в эксплуатацию дома был поэтапным. В 2017-м через два года с начала стройки построили первый и второй подъезды. С третьим и четвертым оказалось сложнее. Застройщик обещал сдать их в конце прошлого года. Однако на объекте не были сделаны все работы по отоплению и благоустройству. Хотел въехать еще два года назад на новый год. Качество среднее. Нельзя сказать плохое. Нормальное качество в принципе. Есть какие-то недоделки. Но я думаю, в каждой новостройке они есть. Ну, в общем, в принципе, меня устраивает. Каждую неделю здесь собираются дольщики, представители прокуратуры и застройщика. Они контролируют ход устранения недоделок. В принципе, те работы, которые были предусмотрены проектом, в целом они выполнены. Сегодня министр организовал повторную итоговую проверку. По итогам этого осмотра, я считаю возможным, наверное, скорее всего, будет выдано положительное решение по соответствии этого дома требованиям проектной декларации. Так у дольщиков появилась надежда, что 2021 год они встретят в новых квартирах. Дом должен быть официально введен и выдан разрешение до конца этого месяца. Дом может не сдастся в случае, если какие-то виды работ, которые предусмотрены проектом, не выполнены, либо выполнены не в полном объеме. Эта проверка уже проводилась. Мы в сентябре выходили уже с итоговой проверкой. Те вопросы, которые были по проекту, они были обозначены. Сегодня мы выходим на повторную итоговую проверку уже проверять то, что было обозначено в сентябре. По документам это все выполнено. В правительстве Чувашия есть график выездов на проблемные объекты и встреч с жителями, так и не получившими пока обещанного жилья. Он опубликован в группе дольщики Чувашии ВКонтакте. Татьяна Молокова, Александр Тяков, Республика. Научить детей плавать с раннего возраста, объяснить им правила безопасного поведения на воде – такую благородную задачу решают сейчас специалисты в области физической культуры. В рамках указа главы региона о дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию в Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлева открылись курсы по программе повышения квалификации, совершенствования методики обучения плаванию. Курсы предназначены для тренеров и инструкторов по плаванию, учителей, инструкторов физической культуры в дошкольных образовательных организациях. Специалисты в этой области очень нужны. Бассейны есть сейчас и в детских садах, и в школах. Поэтому на курсах учатся тренеры и инструкторы по плаванию, учителя физической культуры. Основным педагогом курсов является мастер спорта СССР по плаванию, кандидат педагогических наук профессор Ольга Черноярова. Занятия проводятся в соответствии с договором Минспорта Чуваши. Указ направлен на обучение плаванию детей младшего школьного возраста. Всего запланировано задействовать 60 бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных и образовательных организаций. Ежегодно такие занятия будут охватывать 14 тысяч школьников по всей республике. Курсы предполагают теоретические и практические занятия. Сертифицированных инструкторов учат оказывать первую медицинскую помощь, знакомят с различными техниками плавания, объясняют правила поведения на воде. Без этих знаний к преподаванию просто не допустят. Учительница по физкультуре Зоя Бусоргина сама училась в педуниверситете и была рада возможности усовершенствовать свои навыки в родных стенах. У нас такие классные преподаватели. Вы даже не представляете, насколько здесь круто, все позитивные. Преподаватели готовы делиться своей энергетикой, своими знаниями. Они настолько строгие с нами, они заставляют нас на уровне молодых плывить, издавать. В общем, мы столько новых получили знаний и умений. И я считаю, что я приеду домой, я буду реализовывать все знания, которые получила здесь. Педуниверситет стал первым в республике вузом собственным 25-метровым плавательным бассейном с шестью дорожками. До конца года здесь запланировано подготовить 59 инструкторов по плаванию. Все занятия проходят при соблюдении санитарных норм. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. Вчувайшее восстановление и разведение посадок на землях лесного фонда выполнено на 101%. Сохранение лесов – важнейшая составляющая деятельности любого региона. Итоги лесовосстановительных работ на землях лесного фонда Чувашской республики подвел исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Александр Воробьев. Он подчеркнул, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году работы охватили общую площадь в 1068,1 гектара. Это даже чуть больше запланированного. Искусственная посадка леса организована и завершена в лучшие агротехнические сроки на территории всех 11 лесничеств на общей площади 510,4 гектара. Мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению проведены на площади 557,7 гектара. Ежегодно с активным участием волонтеров весной и осенью проходят мероприятия по посадке леса. В осенний период на территории Заволжья была проведена всероссийская акция по посадке деревьев «Сохраним лес», в которой приняли участие более 300 человек. Ульяна Пятакова, Юрий Марков, Республика. В честь столетия садня образования Чувашской автономии сельские поселения получили из республиканского бюджета по 100 тысяч рублей на благоустройство. В деревне Девлетгильдина Мариинского посада на эти средства решили обновить памятник односельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. В 1941 году на фронт отправились 54 жители деревни. 22 из них так и не вернулись домой, погибли на поле боя. В память об односельчанах в селе был установлен памятник. Тогда такие обелиски появились по всей стране. Однако с годами он пришел в негодность, и жители давно уже думали, как его восстановить. Так что помощь пришла вовремя. Теперь с обеих сторон обелиска выбиты имена погибших. Есть фотографии мест, где они сражались. В реконструкции памятника участвовали все жители села, ведь это часть летописи почти каждой семьи. Поэт с пламенным сердцем. Сегодня республика отмечает 121-летие со дня рождения основоположника чувашской поэзии Михаила Сейспеля. На его родине побывала наша съемочная группа. В шейхазанах поэта помнят и чтят. Его именем названа средняя школа. В день рождения у его памятника проходит традиционный митинг. А литературная гостиная собирает каждый год поклонников творчества Сейспеля. Человек с необычной судьбой, талантливый, любящий свой народ и очень ранимый. Он по-прежнему вызывает большой интерес у современных исследователей. На долю Михаила Сейспеля выпало очень много испытаний, в том числе и личного характера, личные переживания. Это и трагическая судьба, связанная с годами лихолетия, когда он вынужденно голодал. Его изнурительно мучила болезнь. Но тем не менее, эта патриотическая закалка, эта невероятная любовь к чувашскому народу в его произведениях прочитывается во всем. Сегодня по традиции звучали стихи поэта, яркие, образные и узнаваемые. На уроках учим его стихи, и каждый год у нас проводятся классные часы, посвященные ему. Мы горды нашим великим земляком, и будем помнить и славить его. Он старался объединить наш народ как единое целое. И Михаил Сейспель всегда войдет в нашу культуру, чувашскую культуру, с золотым фондом. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. Новые горизонты. Компания «Чебоксары Лада» открыла очередной автосалон по продажам отечественной марки. Современный дилерский центр расположен рядом с прежним по адресу город Новочебоксарск, улица Восточная, 6. Подробнее об этом прямо сейчас, а я с вами прощаюсь. Казалось бы, еще совсем недавно в основании нового дилерского центра был заложен первый камень. А уже сегодня новый автосалон, отвечающий всем современным стандартам, встречает первых посетителей. Открытию не помешала даже пандемия. Строительство началось в октябре 2019 года. Тогда еще даже в Китае, по-моему, не было. Поэтому наши задачи было просто закончить вовремя. И надо отдать должное нашим подрядчикам. Несмотря на то, что ваши стройки останавливались, они объектом ждали сок. Отечественные автомобили производства автоваза по-прежнему в цене. Постоянно обновляемая линейка дает широкий выбор покупателям. Седаны и хатчбеки, внедорожники и универсалы, механические и автоматические коробки передач, передний и полный привод, как говорится, на любой вкус и кошелек. Работа конструкторов не останавливается ни на минуту. Если бы развить российское машиностроение. Та картина, которую мы наблюдаем в последние 2-3 месяца, это то, что рынок чуть выше, чем в подобный период прошлого года. Поэтому этот год мы должны закрыть с рынком порядка 1,6 миллиона. Если говорить о долгосрочной перспективе, рынок по-прежнему дает большой потенциал. В просторном и функциональном шоуруме представлен весь модельный ряд новых автомобилей. Приобретая «Ладу», вы можете рассчитывать на дополнительный спектр услуг. Автострахование, автоакредитование, лизинг, трейд-ин. То есть вы можете дать в салон свою прежнюю машину, что автоматически уменьшит стоимость новой. Новый дилерский центр оснащен современным оборудованием. Это позволяет выполнять полный комплекс сервисных работ с использованием последних технологий. С августа этого года «Чебоксары-Ладо» включен в реестр организаций, где можно будет переоборудовать автомобиль на газовое топливо. Я уверен, что в этом новом дилерском центре вы еще больше продвинетесь вперед и станете действительно примером для многих остальных предприятий. Такого дилерского центра, наверное, еще не было и в более крупных и столичных городах. Сертификат официального дилера – это гарантия качества, надежности приобретаемого товара. Сотрудники «Чебоксары-Ладо» всегда чувствуют свою ответственность перед клиентами. Они профессионально расскажут о преимуществах той или иной модели, проведут тест-драйв, помогут в оформлении документов. Высокие стандарты обслуживания – визитная карточка компании. За 42 года в нашей работе мы продали более 75 тысяч автомобильных производств автоакций. И сегодня обязательно подберем вам. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова